Аренда помещений для бизнеса за 1 рубль и новые меры поддержки педагогов. В парламенте Сургутского района прошло заседание депутатских комиссий. Решения по большинству из нескольких десятков вопросов повестки социально ориентированные. На что направят дополнительные средства, поступившие в бюджет, и как поддержат детей-сирот, знает Дмитрий Круковец. Повестка апрельского заседания депутатов Думы Сургутского района была насыщенной. Народные избранники проработали десятки корректировок в бюджет. Изменения вызваны увеличением параметров казны за счет больших, чем планировалось, налоговых и других поступлений. Их общая сумма 31 миллион рублей. Деньги пойдут на социально ориентированные статьи. Мы практически на всех заседаниях так или иначе рассматриваем статьи, касаемые бюджета. Дополнительно будут направлены финансовые средства. В основном это культура, ЖКХ и образование. Депутаты нашли возможность оказать дополнительную поддержку детям-сиротам. В этом году власти должны предоставить им 12 квартир, каждая из которых минимум 33 квадратных метра. Бюджет округа перечислил в Сургутский район соответствующий транш, но из расчета по нормативу региональной службы по тарифам. Он составляет 52 с небольшим тысячи рублей за квадрат. Проблема в том, что купить жилье за 1 миллион 700 тысяч рублей в муниципалитете невозможно. В каждом поселении цены на одну квартиру варьируются от 1 миллиона 900, начинается и заканчивается до 3 миллиона. Это ближайшие поселения, это Белый Яр, Солнечный, Барсово. И вот эту разницу как раз мы приняли решение компенсировать. В общем, там получается сумма где-то 6 миллионов 800, чтобы компенсировать эту разницу. Выделение этих средств никак не отразится на расходной части казны муниципалитета. По сути, деньги переместили из одной строки в бюджет, где они остались невостребованными, в другую. По программе поддержки многодетных не все, кто имеет право на получение земельного участка под ИЖС, воспользовались возможностью обменять на дел на деньги. Депутаты также рассмотрели проект, который позволит значительно снизить издержки педагогов. Те, кто приезжает в поселковые школы, центры детского творчества, спортивные секции Сургутского района и других территорий, получат компенсацию за съем квартиры. Будет положена компенсация за аренду жилого помещения в размере 20 тысяч рублей. Вот, например, у нас в Барсово средняя стоимость за аренду однокомнатной квартиры стоит где-то 16 тысяч рублей в месяц. Этого будет достаточно. Вот такой ориентированный подход позволит снизить дефицит кадров, который на сегодняшний день есть. Есть вероятность того, что в поселениях будут задерживаться специалисты, которые приезжают к нам в район, и все школы будут ими обеспечены. Мера поддержки новая. Сегодня дефицит кадров в образовательной среде 15-16 человек. Особенно остро стоит проблема в отдаленных поселениях. С помощью дотации на жилье, возможно, ее удастся решить. Еще одну меру поддержки предусмотрели для социально ориентированных предпринимателей. Им предложат аренду помещений за символическую плату. Мы хотим предложить социально ориентированным некоммерческим организациям ставку за аренду муниципального имущества в размере 1 рубль. Срок такой аренды будет составлять 5 лет. Есть, конечно, специальные условия. Нельзя сдавать в такие помещения субаренду или передавать исполнение обязанностей по субподряду и так далее. В Думе Сургутского района считают, что социально ориентированный бизнес играет важную роль. Такие предприниматели работают в сферах защиты окружающей среды, заботы о малоимущих и маломобильных гражданах. Всего депутаты в апреле примут решение по трем десяткам вопросов. Дмитрий Круковец, Владимир Федоров, Сургут, Интерновости.